Добрый день, коллеги! Мы начинаем программу «Таргуем с Фиба-групп». Сегодня у нас в гостях Татьяна Лейко, аналитик компании «Фиба-групп». Татьяна, спасибо за… Добрый день, прежде всего, да. Добрый день. Спасибо за вчерашние идеи, мы их отлично реализовали. Ну, надеемся сегодня повторить успех. Какие мысли сегодня? Еще раз добрый день, Игорь, добрый день, ребята. С пятницы, прежде всего, хочу всех вас поздравить, потому что впереди солнечные выходные, одни из многочисленных, которые остались в августе, поэтому всем предлагаю на какой-то момент оставить в выходные ваши заботы по трейдингу, ваше обучение, еще что-нибудь, и все-таки окунуться где-то на море или еще где-то. Надеюсь, что вы в отпуске находитесь или будет возможность у вас отдохнуть. По поводу календаря, по поводу тех событий, которые нас ждут, честно говоря, волатильность рынка меня не очень радует, хотя я очень рада, что вы заработали вчера, но все-таки новостной фон не повлиял на рынок настолько, как бы, в принципе, этого бы хотелось и как ожидалось. В принципе, причина, одна из причин – это сезонность, то, что очень многие участники рынка все-таки находятся в отпусках, и не только участники рынка, но и какие-то политические события, тоже они являются какими-то смешанными. Например, тот же вопрос, затянувшийся с Грецией. Мы наблюдаем по евро-доллару, что, например, утром в 9 часов по Москве вышли предварительные данные по изменению объема ВВП по Германии, они оказались негативными, и, в принципе, евро-доллар немного снизился, а в 12 часов уже вышли предварительные данные по изменению объема ВВП только по еврозоне, и рынок растет. Он никак, в принципе, не отреагировал на эти данные, а скорее даже наоборот продолжал свой рост, что, честно говоря, не ожидалось. Поэтому, в принципе, стоит использовать больше не фундаментальные факторы сейчас, а ориентироваться на какие-то технические показатели, индикаторы, если вы их используете, там, осцилляторы для боковиков. Может быть, кто-то использует прайс-экшн или какие-то просто граф-анализы, да, то есть, в принципе, обратить больше внимания свое на технические индикаторы и техническую часть анализа, оставив, наверное, фундаментальные факторы до сентября. Итак, по новостям. Как я уже говорила, сегодня вышли две важные новости, да. Греция, греческий парламент одобрил все-таки тот пакет третьего транша, да, той помощи, которую будут предоставлять Греции, но это все не проходит гладко, потому что проходят митинги в Греции, да, и люди напоминают на референдуме все-таки, что они говорили нет. То есть, все не так гладко в Греции, хотя она продолжает оставаться в ялоразоне и принимаются какие-то решения, да, дополнительные. По поводу дальнейшего развития событий, вот в 15.30 у нас выйдут новости по Канаде и по США. По Канаде это изменение объема производственных поставок, которые прогнозируются лучше, чем предыдущий показатель. И по США это индекс цен производителей. Дальше в 17.00 мы ожидаем индекс настроения потребителей от университета Мичигана, что тоже может внести какую-то определенную корректировку на рынок. Хотя вот вчера я же говорил, новости не настолько повлияли, как ожидалось. Сейчас перейдем непосредственно на терминал и посмотрим, что происходит именно на графике. Да, давайте, интересно. Так. Ну, видим? Есть. Видим. Ну, вот наши вчерашние уровни, которые я вам показывала, да, вот уровень по евро-доллару, традиционно, начиная именно с этой пары, да, 1.12.00 и, в принципе, видим, что третий день подряд пара консолидируется именно около этого уровня и не может пока в данном случае пробить его, либо же отбиться и пойти вниз. То есть, как бы уровень тестируется, он сильный, поэтому будем ожидать какое-то сильное движение на пробое, либо же на отбое от этого уровня. При пробое этого уровня следующей целью будет 1.13.60, вот он здесь. И при отбое, как я уже говорила, 1.10.00, вот он здесь. Давайте перейдем на более мелкий таймфрейм. Смотрите, очень интересная ситуация происходит. Ну, во-первых, в синем отмечены те уровни, которые были на дневном графике, также синими, да, то есть вот это наш диапазон, в котором сейчас ходит цена. На интродэе появляется еще один уровень, это 1.11.00, вот он здесь, который тоже прекрасно себя отрабатывает. Сейчас у нас появилась падающая звезда, кто разбирается в свечном анализе, и вполне возможно, что, в принципе, мы знаем, что это сильная разворотная конфигурация, единственное, что она не дошла до уровня 1.12.00, но мы знаем, что часто цена не доходит, разворачивается и уходит вниз. В принципе, сейчас уже возможно, что цена пойдет вниз и будет снижаться до вот этого уровня интродэя, который находится на отметке 1.11.00, вот он здесь. То есть вполне возможно, что это и будет уже разворот, хотя цена не дошла до уровня. Если же все-таки цена пойдет вверх, то, понятное дело, будет целью служит уровень 1.12.00, при его пробое следующим уровнем будет 1.13.25, вот он здесь. Но, скорее всего, как бы, я думаю, что все-таки цена уже пойдет вниз. Посмотрим, что у нас происходит с фунтом. Вот как мы наметили вчера, так оно все и, собственно, и осталось. Тоже цена консолидируется недалеко от важного уровня 1.56.50. Вот он здесь. Все четко видно. И, в принципе, ни туда, ни обратно. Сезонность все-таки влияет на торги. Видим, что цена отбилась от уровня 1.56.50, вот здесь, да, протестировала его. Ну и, в принципе, два варианта события. Либо же сейчас она снизится до 1.56.00, вот до этого уровня. Понятное дело, что здесь еще можно наметить, да, дополнительный уровень 1.55.80. Либо же она будет дальше продолжать консолидироваться около уровня 1.56.50, что также возможно. Давайте посмотрим на канадца. Ну, канадец, как мы анализировали уже в среднесрочной перспективе, в принципе, несмотря на незначительную, ну, на ту коррекцию, которую мы наблюдаем вот за последние буквально полторы недели, все в пределах нормы, да, выдерживает линия Киджун, которая говорит о среднесрочной тенденции, и, как говорится, все идет по плану. Вот я отодвину этот уровень, и видно, что здесь плоский участок, который сдерживает данную валютную пару, напоминаю, что это доллар в канаде, от дальнейшего снижения. То есть все, на канадце все стабильно и достаточно банально. Вот будем ожидать отбоя от данного уровня, и все-таки рассматриваем в среднесрочной и долгосрочной перспективе все-таки покупки данного актива. Вот, так как американский доллар укрепляется против канадского. Давайте перейдем на интродэй. Вот, на интродэй также намечены рамки, тот диапазон, который мы взяли из дневного графика, и понимаем, в принципе, где находится цена, в каком диапазоне. Видим, что прекрасно также отработал вчера уровень 1,3090, о котором я говорила вам во время торгов. И мы понимаем, что если идет такая консолидация, мы просто намечаем верхнюю и нижнюю границу и ждем, пока произойдет пробой либо же вверх, либо же вниз. У нас произошел пробой вниз, да, и, в принципе, мы ожидаем, что дальше цена будет уже петлять в диапазоне 1,3050-1,30000. Хотя очень интересная ситуация, все-таки прогнозируется лучше данные по Канаде, чем были. Поэтому, честно говоря, вот это снижение, ну, недостаточно понятное. Лучше использовать уровни, которые трейдер себе наметил и уже анализирует по ним. Понятно. Так. По Новозеланцу. Давайте посмотрим, что происходит. Также я говорила об узком диапазоне. Вот он у нас до сих пор присутствует. Это диапазон 0,6635. Ну, 0,6630. Плюс-минус 5 пунктов уже не играет роли никакой. Ну, и нижняя граница этого диапазона – это 0,6500. Вот он ходит, наша пара ходит в этом диапазоне и видим, что сегодня также происходит тестирование нижней границы диапазона. Вот, да, видим свечечку. И можем ожидать дальнейшую консолидацию около уровня 0,6500, либо же рост до уровня 0,6630. Ну, и так как все-таки общая тенденция у новозеландца в паре с долларом США, она понижательная, ну, не будем уже повторяться по эшимоку, да, что там и облако медвежьего цвета, и сигнал трех линий. Вот часто сопровождал до последнего момента этот данный актив. Это все можно также прочитать в аналитиках, которые я пишу на сайте. То есть мы все-таки упорно ждем прорыва вниз. Если этот пробой будет, то он будет существенным, так как пара тестирует данный диапазон, уже нижнюю его границу, начиная со середины прошлого месяца. То есть как бы достаточно уже длительное время. Давайте посмотрим, что у нас происходит на Эльтрадее. Вот, опять же, синими линиями намечены наши длинные границы. То есть границы, которые мы взяли из дневного графика, все достаточно стандартно. Да, и видим, что пара тоже действительно отрабатывает намеченные уровни. Вот сейчас произошел отбой утром, когда это у нас было, в 11 часов утра и в 5 утра. Произошел отбой от уровня 0,6520. Вот он здесь. И ближайшей целью, естественно, являлся уровень 0,6555. Вот он здесь. То есть сейчас ожидаем либо же отбоя. Если цена отобьется, то она опять вернется к уровню 0,6520. Вот он здесь. То есть если произойдет пробой данного уровня, то ближайшей целью станет 0,6605. Вот данный уровень находится именно здесь. То есть тоже у нас такие вот рамки достаточно узкие, все сужается. Но, естественно, напоминаю, что нижние границы, вот у нас уже диапазон 0,6500 и с коррекцией до 0,6490. Вот эти 10 пунктов у нас присутствуют. Того пробоя, который тестировала также, того уровня, который тестировала цена. То есть мы будем ожидать, это является действительно значимым уровнем. И в будущем, в среднесрочной перспективе ждем, когда же цена пробьет его. Вот. На этом, в принципе, все у меня. Есть ли какие-то вопросы? Коллеги, пожалуйста, вопросы. Татьяна, если есть, Татьяна, давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Так. Я так понимаю, что главная рекомендация сегодня – это опять дождаться новостей в 15.30. Да, в 15.30, но, честно, рынок ведет себя не так активно и предсказуемо, как обычно. Поэтому новости не всегда, вот в последнее время не отрабатывают себя, да. Не всегда прогнозируемо, не всегда так вот волатильность повышается, как обычно. Все-таки сезонность дает о себе знать. Поэтому я немножко откладываю в сторону новости и использую вот эти уровни, которые показывает наш график. Поэтому ориентировайтесь в основном на этом. Хорошо. Удачного дня. Хорошей торговли и прекрасных выходных. Спасибо. И вам также всего наилучшего. До свидания. До свидания.